Добрый вечер, студент Даниил Бабич, это рынки. Сейчас мы поговорим о главном, а главное, как всегда, на повестке дня. В последние дни это новости из Китая, которые приходят из глобальных бизнес-сми, и не только, ну а также ситуация в Соединенных Штатах, которая тоже влияет серьезно на расклад сил на рынках в мире. Что касается нынешней сессии, отметим, что настроения немного улучшились, но не везде. Итак, стоит отметить, что из Китая новости приходили тревожные по поводу протестов, но как-то все более-менее успокоилось, когда пришли новости более хорошие. И вот об этом, и не только, но о самом главном, мы начнем беседовать с нашим сегодняшним гостем, который любезно согласился к нам включиться в эфир. Это Александр Душкин, управляющий активы Международного фонда частных инвестиций. Саша, приветствую. Приветствую, Даниил. Как поживаешь? Спасибо большое, неплохо. Ну что же, рынок интересный, сейчас есть варианты и в шорт, и в лонг. Ну, давай начнем мы сначала с китайских историй. Недавно стало известно, средства массовой информации об этом пишут, что Джек Ма, основатель Alibaba, обнаружился в Японии. Он там проживает некоторое время уже. А в то же самое время все компании, которые каким-то образом имеют экспозицию на Китай, и даже это касается вот сейчас компаний Apple, испытывают некоторые сложности. Apple потеряет порядка 6 миллионов iPhone Pro из-за беспорядков на китайском заводе Foxconn. Ну, собственно говоря, об этих беспорядках уже было много написано. Может быть, даже и преувеличено. Тем не менее, Apple который день хуже рынка торгуется. Сегодня вот падение около 2%, при том, что рынок балансирует около нуля. Вот с точки зрения твоей, как опытного такого инвестора на азиатских рынках, насколько эти новости раздуты? Может быть, проблема не столь высока, как ее рисуют? Я думаю, что это небольшая проблема для Apple. Я думаю, что для Apple проблемы больше связаны с перспективой, с конкурентами, способность выдержать это давление огромное со всех сторон, с логистикой потенциальной. Но мне кажется, что это небольшая проблема сейчас совершенно. Что наоборот, ситуация в том, что китайская экономика устойчиво открывается. Вот такой вопрос. Может быть, акции Apple хуже рынка в связи с конфликтом, который возник между компанией Тима Кука и твиттером Илона Маска? Теперь это уже его твиттер. Илон Маск утверждает, что Apple против свободы слова. Ну и прочее, и прочее. Может быть, на этой негативной информации инвесторы какие-то нервные избавляются от акций? Вообще технологический сегмент себя ведет довольно-довольно слабо. И мне казалось, что он может быть получше, учитывая, что происходило на рынке нефти. Потому что слабая цена на нефть – это очень неплохо для технологий. Но я пришел к мысли, что это очень противоречивая идея покупать сейчас циклические акции США. И технологические компании, они не стали быть суперзвездами с долгосрочными перспективами роста. Они стали компаниями уже ярко выраженно циклическими. И я понял, что это очень противоречивая идея сейчас иметь эти акции. Все же, несмотря на то, что там ближайшие месяцы хорошие, я решил, что я тоже не буду в них участвовать. Сейчас еще много плохого происходит с криптой. И, может быть, в том числе это влияет на сентимент инвесторов. Они начинают избавляться и вообще смотреть на технологические сегменты, как на историю уже прошлого. И меня поразило в последнее время, насколько слабыми эти были акции. И ничего их не могло поднять в целом. Вообще ничего. Просто весь технологический сегмент выглядел очень унылым. Ну, вот, знаешь, этим летом появилось сразу несколько биржевых фондов, которые ориентированы на шорт в акциях этого сегмента, о котором ты сейчас говорил. Шорт на акции Apple, тикер AAPD. Шорт на акции Tesla, тикер TSLQ. Ну, практически как тикеры по основным бумагам, только последняя буква в этих тикерах изменена. Шорт на Amazon, MSD и также шорт на NVIDIA, NVDS. Ну, некоторые, возможно, те, кто купили или организовали эти фонды, интересанты некие, пишут о том, что акции Tesla может ждать вскоре экстремальный сценарий в связи с вот историей вокруг Твиттера, какие там делает изменения Илон Маск и прочее, прочее, прочее. Насколько тебе кажется, это просто вот спекуляции в плохом смысле этого слова? Либо действительно Tesla могут ждать какие-то тяжелые времена и повышенная волатильность, несмотря на то, что с бизнесом там вроде бы все в порядке? Я думаю, что Tesla — это один из таких оплотов религиозного характера, как и криптовалюты. Но криптовалюты рухнули. И я думаю, что Tesla, скорее всего, ждет тоже возвращения к реальности, поскольку она слишком высоко оценена, и она в конечном итоге производит не золото, она производит не деньги, у нее нет печатного станка, это прерогатива других организаций. Они просто производят автомобили. Они производят автомобили, и, на мой взгляд, Элон Маск стал суперзвездой и, так сказать, лидером современного поколения, поколения эпохи интернет, не потому что он такой классный, а потому что поколение эпохи интернет глубоко не нравится окружающей политике. И потому что он заполнил вакуум, появившийся после исчезновения Стива Джобса, после смерти Стива Джобса. Мне кажется, что в этом причина популярности этих акций удивительная. Да, они молодцы, они создали потрясающий продукт, но в конечном итоге это просто продукты, это просто автомобиль, да, и если Apple опирается на доходы, Google опирается на доходы, то Tesla опирается на веру. И, ну, как показывают... Ну, ты знаешь, я вот, извини, что перебиваю тебя. Собственно, если Tesla 17 лет была убыточной в годовом выражении, то последние два года ее не зря приняли в S&P 500 по этому принципу. Теперь я вот смотрю на коэффициент, сколько стоит Tesla по цена-прибыль, и она стоит ниже, чем компания Ворона Баффета, Бершер Хэтэвэй. Ну, там своя история, конечно, с двухотчетностью касательно Бершер. Но Tesla, например, стоит несколько раз дешевле, чем компания, которая завтра отчитывается компонент индекса Dow Jones, это Salesforce, CRM, тикер. И если мы сравним с Apple, то, конечно, Tesla до сих пор дорогая, дороже Google, дороже Microsoft, но она уже приближается. Она всего лишь по этому коэффициенту в два раза дороже, чем вот эти гиганты. Так что, может быть, не только вера, но уже и трезвый расчет. Давай, может быть, мы закончим говорить пока про Tesla и вернемся к тому, с чего начали, к новостям из КНР. Вот читаю последние сводки. Посол КНР вызван в британский МИД после инцидента с журналистом BBC в Шанхае. Об этом пишет британский Evening Standard. Financial Times пишет. США настраивают НАТО против КНР. Рейтерс. В КНР ускорят вакцинацию граждан, которым за 80. Ну и хорошие новости. Они, как ни странно, а может быть, это и не странно, а логично, пришли от Goldman Sachs. Goldman, я вчера, мы обсуждали уже его исследование, которое сделали эксперты Goldman по экономике Китая. Они считают, что экономика Китая существенно ускорится в 2023 году. Потому что, вот, кстати, тот же они аргумент используют, что и ты, может быть, ты тоже знаком с этим исследованием, что действительно Китай идет просто по тому же пути, по которому шли окружающие страны, открываясь после COVID. Просто Китай немножко запаздывает. Теперь этот путь понятен. Сначала будет, может быть, волнительно, но в результате будет лучше. Совершенно верно. Китайская экономика постепенно приоткрывается. Они сегодня, я читал в маленькой коммунике по результатам беседы, организация, которая присматривается за здравоохранением, они пришли к мысли, что они будут очень быстро всех закрывать и очень быстро отпускать. То есть они не будут закрывать на очень длительный срок. То есть они идут по траектории открытия. Я думаю, что это нужно считать как раз с переходом от сверхжёсткой денежно-кредитной политики к мягкой. Если к этому добавить изменения на рынке недвижимости Китая, огромное количество различных решений, которые они принимали за последнее время, то получается такой сценарий, что эта экономика идёт строго в противоход экономики США. И по этой причине, я думаю, что мы можем ожидать, что доходность десяток, допустим, Китая будет подниматься, а доходность десятки США, скорее всего, подниматься не будет. По этой причине, я думаю, что юань будет усиливаться, доллар ослабевать. В общем, речь идёт действительно о сценарии, где китайская экономика получает ускорение. Но впереди рецессия США, и это, конечно же, будет тоже непросто для них. Вот-вот, сейчас как раз и продолжим. С языка у меня буквально снял. Ну, вчера выступали представители Федрезерва, завтра Джером Пауэлл выступает. Судя по всему, выступали вчера такие ястребы. ФРС продолжит бороться с инфляцией и в 2024 году, по их прогнозам. Это, собственно, те люди, которые принимают решения по ставкам. Поэтому сейчас ожидания по ставкам достаточно такие тревожные. Мы помним Кэти Вуд, которая написала в прошлом месяце через Твиттер открытое письмо, через тот же Твиттер, к Федрезерву. Она обращает их внимание на исторические прецеденты, как было раньше. И по ее мнению, конечно, это неизвестно в последней инстанции, но очень странным кажется то, что Федрезерв единогласно принимает все решения. Управящим в комитете по открытым рынкам там 12 человек, и все голосуют единогласно. Даже ни у кого сомнений не вызывает. Может быть, их политика приведет к краху экономики. Вот на этой неделе выходит масса разного рода макроэкономической статистики. Можно по-разному к ней относиться. Но все-таки, несмотря на то, что есть такая поговорка, если из 45 минут, потраченных на обсуждение макроэкономики, стоит сказать, что 40 были потрачены зря. То есть, нужно говорить коротко, по делу. А на твой взгляд, какие выступления на этой неделе, вступление Джерома Пауэлла, может, еще что-то. Или какие-то макроэкономические параметры, выход данных, могут как-то повлиять на рынки всерьез. Ну, я думаю, что для меня самым главным является вопрос инфляции сейчас. Понятно, что США двигаются к рецессии, и шансов, что они смогут ее избежать, очень мало. Для этого нужно, чтобы цены на нефть очень сильно снижались устойчиво. В субботу, насколько вам в воскресенье будет встречаться ОПЕК+, на мой взгляд, это один из важнейших вопросов. Потому что сейчас реальная опасность с точки зрения цен на нефть для экономики мира. В большом счете, они... Ну, к нефти мы еще немного вернемся. Это важно очень, безусловно, не будем перескакивать. Хотел бы вопрос задать по облигациям. Вот Блумберг отмечает, что вчерашний день, 28 ноября, был днем рекордным по объему оттока средств из фондов облигаций США. Ну, имеется в виду корпоративные облигации, но если мы посмотрим и на гособлигации США, долгосрочные, там, 7-летки, 10-летки, 20-летки, 30-летки, мы увидим такой просто мощный даун-тренд, такой впечатление, что их вообще никто не покупает, кроме тех, кому по должности это положено. Все только продают. То есть там падение больше, чем в ликвидных акциях, безусловно. И вот, на твой взгляд, закончилось ли это падение, и стоит ли играть, продолжать играть на этом? Потому что те смелые, кто играл, в общем, они практически не рисковали, потому что тренд в шортах на облигации, например, либо покупок фьючерсов на процентную ставку по 10-леткам на Чикагской бирже, это был самый, наверное, спокойный, устойчивый тренд, на котором можно было заработать в этом году хороших денег. Я думаю, что... Даже лучше нефти, пожалуй. Я думаю, что корпоративные облигации сейчас выглядят очень интересно, поскольку... То есть разнород близок. Я думаю, что мы идем к тому, что Федрезерв через некоторое время будет очень значительно и серьезно понижать процентные ставки. И это полностью делает ситуацию перспективной. Вот еще одна новость. Помимо рекордного оттока из облигаций, отмечают Adobe Analytics. И рекордный день онлайн-продаж в Черную Пятницу в Штатах, а также рекордный день продаж, но тоже онлайн, конечно, в Киберпонедельник. Собственно, он называется Киберпонедельник. Причем вот эти данные только по онлайн-продаже, про оффлайн-продажи речи не идет. Насколько все-таки экономика, потребительский спрос, как его трактуют макроэкономисты 20-21 века, существенно сейчас будет влиять на политику Федрезерва. И вообще, как он согласуется с тем, что происходит в экономике, там в Штатах, мы помним, что последние десятилетия был страшный перекос, даже, может быть, несколько десятков лет страшный перекос в сторону именно потребительского сектора и недостаточно именно таких вот долгосрочных инвестиций. Ну, такова структура экономики США, вряд ли она может сильно измениться. Да, у них очень большая недоинвестированность инфраструктуры, инфраструктура, откровенно говоря, отсталая во многих местах, и, видимо, они это будут постепенно менять. Но если говорить о розничных продажах, дело в том, что они незначительно растут, если все правит на инфляцию, если они вообще растут. Они сейчас вращаются в районе нуля и вряд ли не смогут продвинуться дальше. У ритейлеров, насколько я понял, с точки зрения финансовых директоров, скидки стали более значительными, чем в прошлом году. И я так понимаю, что проблема с батаркой, то есть складские запасы слишком высокие, и поэтому это тоже негативный вариант для перспективы товарного рынка. На данный момент ритейлеров очень много, они переполнены складскими запасами. Это означает, что даже при плохой экономике они будут сокращать свои заказы. Ну и вот очень важная такая, собственно, кровь мировой экономики, сейчас такая же, как нефть, это микропроцессоры. Международная ассоциация производителей микропроцессоров опубликовала свой прогноз на 2023 год. Несмотря на то, что долгосрочные прогнозы на 30-й год, на 40-й, 50-й год, они очень-очень оптимистичны. Вот в следующем году будет очень плохо. Мировой рынок микрочипов сократится аж на 4%. В этом смысле стоит ли ждать вообще роста рынка акций этих компаний и как следствие всего технологического сектора, потому что без сектора микрочипов очень сложно будет рынку вырасти? Я думаю, что долгосрочно этот рынок переживает то же самое, что и рынок нефти, например, в 2008 году. Я думаю, что самый потрясающий период для чипов, для всей этой отрасли, он остался позади. Я думаю, что проблемы со стартапами, проблемы с финансированием стартапов, проблемы с открытием новых компаний, замедление роста технологического сегмента будут становиться все более и более очевидными, а также все это происходит на фоне рекордного роста капитальных расходов по созданию новых мощностей в области чипов. Это то же самое, что и в 2008 год на рынке нефти. Впереди лет 10, где отрасль будет выглядеть совершенно неинтересно. Когда я первый раз посмотрел на NVIDIA, наверное, в 2012 или 2013 году, я поразился очень низкому росту. То же самое было и с Microsoft. Это просто периоды, и этот период уже начался. Я думаю, что отрасль чипов одна из самых неинтересных в целом на следующие 10 лет. Ну что ж, мы подобрались теперь к крови промышленного производства, такого классического, это цены на нефть. Сегодня они скачали вверх на новостях о том, что, возможно, ОПЕК усиленно будет продолжать снижать добычу. Если все секторы взять, фондового рынка, то в этом году только один крупный сектор рос, это нефть. Ну, в принципе, вся энергетика, но поскольку нефть занимает очень важное место, то возьмем ее, там, почти на 70% по ETF выросли цены именно на нефтегазовый сектор. Причем акции этих компаний чувствовали себя гораздо более устойчиво, чем сами цены на нефть. Как ты думаешь, такой тренд продолжится в 2023 году? Либо все-таки есть сомнения в этом? Есть обоснованные сомнения. Вариант, где ОПЕК плюс идет на серию очень значительных сокращений, он реалистичен, но при этом последствия этого варианта, они очень драматичные. Это вариант, когда будет разрушена, так сказать, экосистема. То есть, если ОПЕК идет на значительные сокращения, что переворачивает экономики и наказывает экономики Запада, если ОПЕК плюс это сделает, то результатом это будет в конечном итоге серьезная проблема у всех, кто и добывает нефть, поскольку нефть рухнет, потому что экономика пойдет просто в прострацию. Я думаю, что вот эти решения ОПЕК плюс одни из самых важнейших, потому что мы на данный момент наблюдаем фактически схватку между двумя центральными банками. Федрезерв, который пытается сократить экономический спрос, и опять плюс, который является центральным банком рынка нефти, и они пытаются поддержать цены на нефть. В прошлый раз на этих ценах на нефть. Александр, спасибо, вынуждены мы уходить уже из эфира. Спасибо огромное за четкие, короткие, ясные ответы. Александр Душкин, упрощающий активы Международного фонда частных инвестиций, был с нами сегодня. Всего доброго. Спасибо.